Вот смотри, по полсантиметра, вот видишь? Вот тут чуть потолще, вот так вот. Луконя, переверни яблоко. Под чутким руководством мамы мальчики готовят начинку для будущего пирога. Вечерами они часто стряпают сладости и ждут папу с работы. Мы недавно пирожки делали на масленицу. Ты что делал, когда пирожки делали? Начинку раскладывал. А мы еще плетеночки делали сахарные, да? Вот так, держи. И нажимай. И тесто раскатать, и посуду помыть. Кирилл главный помощник на кухне. К маме он очень привязан. Наверное, потому что его первые 9 месяцев жизни прошли без нее. После рождения малыш попал в дом ребенка. И только потом приемные родители забрали его домой. Мы его пришли, положили на диван. И он был вот так, прям поперек дивана лежал. У него роста было очень мало. Ну вот мы его принесли в первый же день, в первый час. Порадовались, покормили. Ел он более-менее у нас. То же самое, что в детском доме. Вот такие же пирожки детские мы ему все купили. Чтобы хоть еда была привычная. А потом, конечно, начался трэш. Кирилл плакал почти сутками, вспоминает Светлана. Каждую неделю она ходила в школу приемных родителей, фонд «Счастливые дети». Но мальчику не помогали. Ни игрушки, ни песни, ни сказки. Малыш привыкал к семье и поначалу совсем не доверял новым родителям. Ты ему улыбаешься, а он тебе в ответ не улыбнется. Ты ему делаешь массаж. У него долгое время было такое, как недоверие к миру. Он вот так кулаки держал. И такое часто бывает у детей детдомовских. Это как способ защиты от агрессии. Они вот закрылись вот так вот, напряглись все. Но потом что-то вот по капельке, по капельке начало добавляться. Ты ему даешь ложку, а он рот открывает. На адаптацию ушло несколько месяцев. Впервые мальчик улыбнулся маме на 8 марта. А через 4 года у Кирилла появился младший брат Лука. Сейчас они не разлей вода. Вместе играют, балуются и занимаются. Я могу себя много, а у него мама будет. О том, что родители и брат ему не родные, Кирилл знает. Но пока полностью понять этого не может. От жизни в детском доме у него остался только один страх. Он боится оставаться в одиночестве. Но Светлана надеется, что и этот страх когда-нибудь пройдет. Ведь мама теперь всегда будет рядом. Спасибо. Кирилл, я люблю тебя.